а что может быть если продолжать ездить с горящей лампочкой check engine и неисправным катализатором так оба на оба на куска катализатора нету отсутствует добрый день дорогие друзья давайте сегодня с вами поговорим о катализаторах как определить их неисправность и что делать в случае их замены менять их на ремонтный катализатор либо устанавливать планегаситель катализатор устанавливается на современные автомобили для снижения вредных выбросов в атмосферу и на выходе из него образуются такие вещества как азот углекислый газ и вода из чего же состоит катализатор как правило на современных корейских автомобилях катализатор выполнен в виде керамических сот с внесенным на них активным веществом платиной палладием и родием рабочая температура катализатора для бензиновых двигателей колеблется в пределах от 500 до 800 градусов цельсия именно по этой причине катализаторы располагают максимально близко к камере сгорания и как правило объединяют за одно целое с выпускным коллектором и такая конструкция называется кат коллектор поскольку ресурс катализаторов на корейских автомобилях примерно повторяю примерно составляет около 100 тысяч километров и после этого начинает постепенно разрушаться а сейчас давайте на примере двух автомобилей киа рио 2014 и 2012 годов выпуска заглянем внутрь катализатора и попробуем оценить его состояние пробег на этих автомобилях повторюсь примерно одинаковый составляет около 120 тысяч километров перед нами автомобиль киа рио 2014 года выпуска с двигателем g4 fc естественно автомобиль был куплен и новым месяца два или три назад и владелец озадачился что же у него с катализатором пробег здесь 117 тысяч километров и исходя из статистики катализатор на этих автомобилях примерно в это же время и умирают видишь начинается вот эти все выкрашивания перегородок самое поверни что самое начало да вот я смотрю да мы сейчас везде все ну вот эти повреждения какое-то время еще можно поездить но уже в принципе пора задумываться о дальнейшей судьбе этого катализатора сейчас еще больше будет начало положено это киа рио 2012 года выпуска с пробегом в 120 тысяч но возможно пробег чуть скручен и так давайте посмотрим так что же мы здесь видим ну а здесь у нас точно такое же состояние катализатора как и у первого рио начало разрушения налицо в принципе кстати очень похожие каталитики по состоянию давайте теперь знаете что заглянем в цилиндры и посмотрим какое у них состояние по идее они должны быть одинаковые что в первом что в этом ради интереса нужно заглянуть и посмотреть что же мы там увидим интересно холодная сторона задеры присутствуют но небольшие это холодная сторона горячую сейчас смотрим но да небольшой первый цилиндр второй цилиндр пятнышко есть на совсем небольшое 3 тоже днище поршня нет здесь есть небольшие ствол здесь есть следы масла но немного холодная сторона тоже маленькие задирки практически отсутствует не здесь все хорошо она не жаловалась на расход масла вроде не все нормально холодная сторона горячая сторона если обратить внимание да то вот если ведешь по стенке цилиндра вертикальных риск практически не видно маленький есть больше нормальный так горячий да чуть побольше но не здесь тоже все хорошо 120 тысяч это говорит что возможно пробег может быть скручен но здесь вообще все хорошо как на некоторых на 40 тысячах это хуже бывает первый пошел поршень тоже чистый обалденный холодная сторона тоже на тертость есть задировав практически нет сетка хона видно хорошо горячая сторона тоже потертости есть но ход на видях он виден риски маленькие совсем есть хорошее состояние цилиндров беспокоиться не о чем 1 4 самый страшный цилиндр до 4 из практики тоже днище поршни хорошие небольшая масляная масляный нагар небольшой присутствует смотрим холодную сторону холодная сторона маленькие царапки есть задирами назвать сложно хон тоже виден горячая сторона вот так тут жабо мешает неудобно но все равно хон виден хоть потертость есть но хон присутствует тем не менее то есть задировав здесь можно сказать нету а как понять что катализатор вышел из строя как определить исправен он или нет ну во первых блок управления сразу зажжет на щитке приборов лампочку чек-энжин и для примера у нас есть рядом стоящий автомобиль киа си 2018 года выпуска с пробегом в 50 тысяч километров владельцы его купили совсем недавно и прокатавшись на нем пару недель у них зажглась эта лампочка и естественно они обратились к нам в сервис чтобы оценить состояние катализатора так оба на оба на куска катализатора нету отсутствует так вот видите пустота какая естественно вы можете спросить а куда же делся такой большой кусок а он когда лопнул отломился и болтался там как в этой самой в молотилке и постепенно раскалывался превращался в пыль часть его улетела обратно туда дальше вниз в глушитель а часть попала во впускной в выпускной коллектор и в этот самый в цилиндры и давайте с вами заградим в цилиндры у нас стоит двигатель таким образом что мы будем сначала заградывать во второй и третий цилиндр поршень днище чистая небольшой масляный нагар присутствует но совсем в маленьком количестве и посмотрим вот эта сторона у нас холодная задиры задиры имеется но незначительные не глубокие вот только один глубокий темный самый посередине который мы сейчас наблюдаем и посмотрим на горячую сторону и что интересно видите все эти маленькие задиры видны по всей поверхности цилиндра так это у нас горячая сторона здесь вот чуть более глубокие задиры но опять же риски хона просматриваются то есть теоретически можно еще эксплуатировать расход масла должен быть не очень большой здесь третий цилиндр давайте заглянем здесь тоже днище поршня так куда у нас там смотрится чистое немного масляных отложений холодная сторона тоже риски присутствуют вот глубокие две из них видны перекрывают риски хона остальные мелкие опять же давайте посмотрим по всей видеть тоже по всей по всей поверхности цилиндры мелкие мелкие риски присутствуют так горячая сторона вот они эти задиры но глубокие глубоких рисок немного в основном мелкие вот такие вертикальные как от пыли от абразива какого-то первый так тоже днище поршня с небольшим масляным нагаром он присутствует конечно но не страшно да тоже вон задиры есть холодная сторона у нас опять то же самое видите много-много-много мелких вертикальных рисок глубокая только одна вот она здесь видна горячую сторону посмотрим ну здесь небольшие тоже риски видны опять же по всей вот она одна более-менее крупная остальные все мелкие и четвертый цилиндр у нас так холодная сторона да вот они риски их здесь в четвертом больше глубоких рисок чем в остальных ну по статистике да и страдает больше всего четвертый цилиндр холодная сторона горячая сторона тоже видите все по всей поверхности цилиндра у нас есть задиры царапки но не глубокие что вот она большая а что может быть если продолжать ездить с горящей лампочкой чек-энжен и неисправным катализатором как пример у нас есть очередной kia rio 2013 года выпуска с пробегом в 65 тысяч километров но это у него горит только на щитке приборов давайте же заглянем и посмотрим виден разрушенный катализатор напрочь причем автомобиль потерял динамику и перестал нормально ехать и сейчас заглянем в цилиндры посмотрим есть ли там задиры первый цилиндр нагар на днище поршня есть поршенек черненький но края поршня не намыты но мы смотрим задиры так это холодная сторона первый цилиндр вот они небольшие на царапке есть хон целый риски хона просматриваются отчетливо переходим на горячую сторону вот горячая сторона тоже задиры есть но не критичный хон присутствует просматривается через царапины но все равно на тертости есть опять же видите вертикальные риски хоть и мелкие но по всей плоскости цилиндры есть выходим из первого цилиндра заходим в четвертый четвертый цилиндр холодная сторона смотрим вот он пятно задира горячая сторона нет здесь на удивление задиров меньше на этой стороне он царапает цилиндр но хон еще виден второй цилиндр нагар имеется но немного холодная сторона риски хона видны но задиры вот они царапины но это не смертельно кстати горячая сторона вот вертикальные царапины есть но опять же не критично через них просматривается хон учитывать еще нужно то что эндоскоп с увеличением снимает стенки цилиндра сухие второй цилиндр третий цилиндр по свечкам у нас свеча третьего цилиндра была самая черная а здесь вот видите не поршень с большим количеством нагара масляного и край поршня немного намыть маслом вон там видите по холодной стороне по горячей стороне что у нас хон мы уже здесь не видим видим только вертикальные риски а вот что мы видим мы видим масло это товарищи дорогие беда современные двигатели проектируются и рассчитываются как единое целое со всеми системами обеспечивающими их работу и поэтому если вы удаляете одну или несколько систем то естественно это сказывается негативно на работе двигателя поэтому наше мнение катализатор нужно менять на новый но поскольку мы живем с вами в не идеальном мире и зачастую у людей стоит выбор за что же заплатить за квартиру или за катализатор большинство из вас естественно выберут заплатить за квартиру и главный вывод который нужно сделать из этого видео заключается в том что тянуть с ремонтом нельзя как бы ни было тяжело но чем дольше вы ездите на неисправном автомобиле тем дороже впоследствии вам обходится ремонт двигателя это видео лучшее тому доказательство первым трем владельцам ремонт обойдется гораздо дешевле чем последнему и ну а вы пишите комментарии ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал ну а с вами был я Роман до новых встреч в эфире пока что Субтитры сделал DimaTorzok